Есть определенные люди, которых нужно отдать в руки правосудие, жадные, наглые, но давайте поговорим о том, кто виноват с самого низу. Начиная с тех, кто не мог себе позволить дом, все равно покупал его, кто брал рискованные страховки, кто-то не понимал в этом ничего, но большинство понимали, начиная со страховых брокеров, которые помогали людям это делать, до людей, которые приходили в банки и брали огромные кредиты, и банки, которые позволяли проходить таким кредитным транзакциям, до ценщиков, которые слишком высоко все оценивали. Тут повышали на 10%, тут повышали на 5%. И вина на людях с Уолл-стрит, которые все это паковали в эти ипотечные ценные бумаги, люди, которые ставили удовлетворительные печати, и они знали, что это за ипотеки, но они все равно это делали, так как зарабатывали на этом деньги. До работников Федерального банка, которые на все это закрывали глаза, так как хотели выглядеть перед президентом хорошо, чтобы экономика как бы росла. До самого президента, до Билла Клинтона, который надоумил Фенни Мэй со своей идеей, каждому американцу дом. Это просто бредовая цель. И вплоть до главного мошенника из AIG, который забрал себе все страховые взносы. Отличная игра, давайте заберем все взносы и просто не будем людям платить. Я надеюсь, они знают, что делают. Просто нужно, чтобы все шло своим чередом. Банки, у которых проблемы, становятся банкротами. Люди, которые владеют акциями этих банков, должны потерять все деньги. Акции больше не имеют значимости, но депозиты, они должны быть защищены. Положил деньги в банк, значит деньги в сохранности. Я верю в это. Люди не должны страдать от того, что у какого-то банка с чем-то там проблемы. Если банк не может себе позволить чего-то, если он не может спастись, зачем вы платите ему? Все, они облажались. Вы ничем помочь не можете. Государство не должно вытягивать банки. Это не капитализм. В капитализме есть победители и есть проигравшие. Почему люди должны рисковать всем? Они рискуют, а когда ты рискуешь, ты теряешь капитал. Никто тебе больше денег дать не сможет. Проблема Америки в том, что мы можем потреблять и не можем производить. Мы стали нации, потребители. Мы позволили китайцам делать все, что мы покупаем. У нас долг. И вот такими мы стали. Может ли Америка выйти из этого кризиса? Я бы сказал даже глубокого кризиса. Ответ, последнее, что Америке нужно делать, это одалживать еще больше. Это безумие. Это определенное безумие. Делать одно и то же постоянно и ожидать иного результата. Если нужно экономить, значит нужно экономить больше. Если слишком много розничных магазинов, их нужно закрывать. Вы никак не прокормите нацию потребителей, обжор. Нужно производить, должен быть баланс. И поэтому у китайцев сейчас все деньги. Сколько миллиардов людей, и все они что-то производят. А мы просто покупаем. Что может случиться? Мы будем падать все ниже и ниже. Эти зомби-банки, они станут просто тенями правительства. Начнется страшная инфляция. Понятное дело, не прямо сейчас, но со временем. И правительство не будет давать банкам обанкротиться. Хотя на самом деле, если банк банкрот, значит так и должно быть. Если это не изменить, у нас начнутся плохие времена. Это точно. Если же мы изменим это, США станет очень сильной страной. Иначе мы можем претерпеть лет 20 настоящей бедности. Будем падать ниже и ниже. Пока не станем второсортной нацией. А ведь у нас самые образованные и самые гениальные, талантливые работники. Будет стыдно, если администрация Обамы и правительство в целом будут делать нечто подобное. Я не верю, что они злые. Но все же иногда нужно проявлять характер. Нельзя просто так жить, как мы живем. Постоянно одалживать деньги. В результате ничего не будет. Трудные времена настали. Такое бывает. Некоторые люди облажались. И нужно все это корректировать. Но если позволить этой коррекции идти своим путем, все изменится к лучшему. Да, это будет больно и трудно. Но после всего, по завершению, это будет глоток свежего воздуха для страны. И мы сможем начать постоянное восстановление, постоянный рост. И мои дети и внуки будут наслаждаться жизнью. Иначе же меня пугает абсолютно все.